Итак, всем привет, с вами Добгай, мы начинаем играть в Age of Imperialism за Австрию И если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же начинаем Австрия в таком относительно неплохом состоянии, они конечно проигрывали Россию, поэтому они немножко хотят отомстить Но состояние экономики, политики здесь у нас реально проблемное Но у нас зато есть достаточно хорошие ребята, стрелки Так что страна не такая плохая Но это пока Да, потом будет кризис, и потом мы пойдем конечно по более интересным путем вот сюда Так что поехали опять И вот оно, пострадали мы, да, больше всех в этом мире Мы были местным гегемоном А в итоге тяжело сказать, что мы вообще Австро-Венгрия Так что да, ну мы все установим Ой, у нас достаточно быстро открываются 25% коэффициент спецвойск Что даст нам очень много горняков сделать Так что идем туда Пока у нас все равно нету еще никаких фокусов Ни политических, ни экономических Так что да По классике ставим здесь члена правительства Его можно только одного поставить Почти что бесплатно, конечно Берем только баф И здесь берем минус НП и плюс политку Тоже по классике Для этого мода, по крайней мере Сразу делаем наши дивизии, как мы хотим их видеть Под конец, потом еще конечно ПВО добавим Но пока у нас три военных завода Мое ПВО можно только мечтать пока что Дальше берем все опыт И так, кризис банковского сектора Слишком большой, чтобы упасть Но мы-то уже знаем, что произойдет Господи, начнется гражданская война Мы можем кого-то поддерживать Но в целом, я думаю, нам не сильно интересно У нас сейчас будут свои проблемы Я поддерживаю вот этих ребят на самом деле Потому что здесь есть трехстороннее соглашение Видите, мы часть этого соглашения Так что да Кстати, ребята нам нужны Но мы не можем отправить добровольцев Потому что у нас не хватает ни напряжения, ни дивизии Но дивизии мы в теории можем сделать Еще один марш Хеймвера Как раз какие-то игралисты вот эти вот ребята Я знаю, к чему это обычно приводит И так, все должно было пойти по-другому Что-то, собственно, не в нашу пользу Мы тут выбираем дебаф себе на 25 НП Но сейчас, я чувствую, навалят нам других дебаф Вот оно, да Новый экономический кризис у нас пошел Волна паники Мы банкроты И да, мы теперь перебросли все в Германию Но мы уже знаем этот цикл Да, у нас эти фокусы уже заблокировали Давайте сразу сюда пойдем Раз это нам доступно И Германия перебросит все на Францию И Франция скажет нет И дипломатический кризис у нас с Италией Приглашаем Эммануэла Смотрите-ка, на кайзера внезапно напали Кайзер невредим, но Эммануэла случайно убили А в темнице вместе с ним Смерть итальянского короля Какой ужас Ну это, мир разваливается Началось это из-за нас Ну, конечно, мы потом скажем, что это из-за Германии И весь мир нам поверит В принципе, по классике Говорят, надо передать власть Так сказать, другой партии Во время отъезда Ну давайте-ка Никакой вмешательства не допускается Мне кажется, именно это и переведет нужных ребят Сейчас узнаем Смотрите, фокус, который дает 10 фабрики И 5 военных заводов вне карты Это прекрасно Путь к миру Прелесть И переворот Хемвера Кто бы мог подумать Кто бы мог подумать Да Вот у него наши усики Пропуск в русике И этот парень покупает сейчас Компания Баткротов Смотрите-ка, с Италией мы смогли договориться Тост за мир с Италией Прекрасно Так, новый фюрер Австрии Надпись мы осуждаем Но фюрер у нас, конечно Приходит И Дольфус уходит в отставку Конец монархии Газбургов Что может случиться, да? Этот парень Этому парню точно можно доверить Германию, немцев, как говорится И Казар Вильгельм отрёкся от престола Теперь тут Вильгельм Третий И я так понимаю Германия пошла по пути Вот этому вот, да Третий направляется в Берлинский замок В Германии идут перемены В нашем Рейхе, как говорится В Австрии тоже Я думаю, надо нам Всё-таки сначала экономикой Дозаниматься И всё здесь довести до ума А потом пойдём по политическим фокусам Италия присоединилась к Рейхспакту Блин, вот это не сильно для нас позитивно И вряд ли это уже сможет поменяться Но мы запомним это Мы запомним, что Рейхспакт Это ребята С которыми нам не по пути Надо это чётко понимать Россия и смерть Сергея Николая Россия, конечно, потрясена Но нам нужно Нашу потрясённую банковскую систему восстановить Поэтому нам до этого дела очень мало И так потихоньку будем сейчас убирать дебафы Новый император России Там, который сейчас будет решать, что там будет происходить А нам нужно отправить вот сюда Аташе Поэтому сейчас на улучшаем отношения А потом, собственно говоря, отправим То есть вот уже можно И будем сейчас фармить с них опыт Это хорошо Деедем, пока не можем отправлять Смотрите-ка Уроки австрийской школы Мы не можем пойти в свободный рынок К сожалению Он на самом деле очень неплох Но мы пойдём вот сюда Свободный рынок не будет отравлять нашу страну И вызывать экономические кризисы Окей Уйдём в Верховную Центральную банку А сейчас получим в четыре сотни политики А потом получим в трёх регионах По фабрике Это, кстати говоря, маловато Ну что поделать Хотя, слушайте Знаете, что я думаю А если мы объединим страну Что, в принципе, возможно Это не даст ли нам фабрики В каждой обстоятельстве? Это вероятно Хотя я вижу, что здесь другие фокусы есть Так что я думаю Мы разберёмся попозже Вот так Стоит 0,15 опыта Прекрасно И мы помним, что нам нужно Больше стабильность поднять Потому что это даст нам потом Очки исследований Ячейки, точнее, исследований И нам, конечно, нужно будет ещё фабрики подкачать Потому что, чтобы открывать новые ячейки Нужны фабрики и стабильность Со стабильностью мы потёхнику разберёмся Фабрики надо продолжать обязательно строить, конечно же Но у нас сейчас на это будет очень много бафов Здесь, говоря, ещё тоже солидные бафы На производительность На скорость роста На ТНП Я думаю, ТНП наши будут очень низкие Ну и тут тоже надо будет подстроиться И выбрать до конца этот дебаф И выйти, конечно, в ячейку Ячейка очень нужна Особенно учитывая то, что у нас нет ни резины, ни топлива Топлива вроде как будет Но вот резины точно нет Обязательно, конечно, этот самим мим Производить побольше А вот ежегодные фокусы подъехали Давайте начнём с стабильности и политки В принципе Достаточно неплохо Третья поддержка заводов Порше Это даст нам, что скидки на грузовики и на танки Самое главное Чуть промышленности Особенно военные заводы нам эти пригодятся Ну и надо будет начинать исследовать танки Желательно скоро В принципе У нас там будет ещё баф по танкам Вот отсюда Но сначала закончим, конечно, экономику И может быть политку Но политку ещё посмотрим И начинаем реформировать наших горняков Сейчас туда им понадобится прям много всего Наши горняки будут, конечно, элитой нашей армии Обязательно Итак, все эти экономические фокусы мы доделали И чайку получили новую Следующие будут ещё не очень скоро Хотя и не так далеко, я бы сказал Теперь поехали по политическим фокусам Хотя, конечно, хочется и танчики включать Но там пока ещё рано Хотя начинаем уже что-то подкачивать сами Но именно не с опережением С опережением Из бафов качать как-то грустно Впрочем По вот этому всему Мы тут очень неплохо Начинаем всё производить тоже Так, и нам нужно вот сюда На самом деле пойти Побыстрее Здесь будет стабильность Здесь тоже всё, кстати говоря Даёт стабильность И ещё политласть То есть это как раз и то Что нам нужно для ячейки исследований Но начнём с чего мы Ну, с этого и начнём Нам нужно этих ребят Будет интегрировать со временем Но это займёт, конечно, много времени Смотрите, когда мы можем Теперь нажимать кнопочки на стабильность Обязательно их нажимаем Нам нужно успеть соточку набить Как можно быстрее Жёстко мы проходим всё по всем В принципе оппозиционным партиям И уже не осталось никого Кроме нашей Но мы решили ещё добить всех И на этом северя потерять стабильность Что меня расстраивает Но поделать я с этим особо ничего не могу Могу только нажимать кнопочки На дополнительную стабильность Впрочем, мы сейчас поубираем здесь Себе дебафы дополнительные Вот эти вот на минус стабильность Сама база у нас В принципе, более-менее нормально себя чувствует И вот он Самоликвидация парламента Тим следует дать пуша Пономочий Ага, конечно Он бесполезный и некомпетентный Всё верно Парламент Нам такие вещи Не нужны Какие-то непонятные Для нас абсолютно неизвестные вещи Теперь идём сюда Смотрите-ка Здесь у нас бафы на натотерриториях Что приятно Поддержка войны И самый главный фактор населения Но пока что это не так критично Населения у нас много будет Но пока маловато Ну, нам это Это наши бафы на потом Когда мы объединим всю Австро-Венгрию По-настоящему Смотрите-ка, Германия чувствует угрозу Ха-ха Крепости Германия Я знал одного человека Который тоже Германию назвал Цитаделью, скажем так Даже план был такой По борьбе с цитаделью Что-то не очень получилось Посмотрим, как получится у этих Это к следующему год И надо брать, наверное, скоро строительство в фабрик Потому что нам, в принципе, нужна стабильность А, ну, кстати, вот наша и стабильность приехала Надо было, наверное, в военной Ну, ладно Все еще у нас все окей Я подумал, вот на этих вещей С нашей экономикой Нажимать эти кнопки, кстати говоря, нормально По той причине, что у нас очень мало фабрики 1% для нас это пыль А плюс эта фабрика Для нас это, ну, полезно-полезно И теперь наш вот этот вот пыльный человек Европы Разделяется на венгерского, чешского и хорватского больных людей Да Как говорится, ходят венгерец Чех и хорват в бар А им говорят, Австронгерец пошел отсюда В общем-то, будем сейчас объединять, я так понимаю, нашу страну Есть нюансы Заканчиваются слоты для строительства Так что нам нужно будет их освобождать Но еще нам нужно будет построить, конечно, синтетику обязательно Итак, этим разобрались Смотрите-ка Империя бесценна Можем сейчас спасать нашу империю И под конец объединить Дунайскую Федерацию Было бы очень круто, поехали Я посмотрел на ТНП проблемные И я понял, что Чехов нужно первыми, так сказать, примирить Так что поедем сюда в первую очередь Урегулировали мы тут все детские споры Разкачали немножко чешское королевство Разберемся с панцлавизмом И, наконец-таки, мы с ними примеримся И, кстати говоря, аннексируем сразу Что немаловажно У них промышленность неплохая У ингеров тоже хорошая Так что они будут обязательно следующими И тут мы дадим еще больше промо Еще синтетику Еще нефть В общем, прекрасно все А строим мы, кстати говоря, сейчас синтетику А потом военные заводы Ну и потом будем чисто ПВО Потому что Что нам еще останется строить в тот момент Но сейчас богеми, наверное, аннексируем Туда как раз будем застраивать В любом случае синтетика никогда не будет лишней Потому что ее всегда, как правило, не хватает Резины, топливо Это дефицит Ну давайте теперь наши венгерские брать Так что говоря, получили мы еще дивизии от них От чехов Но мы их распускаем Потому что нам, объясненно говоря, нужно переобучать Их будет Давайте сразу в новой дивизии Ну и да, промышленность приятная Давайте-ка сделаем вот так, пожалуй Мы не будем это полностью отменять Возможно, нам еще пригодится Это когда-то, да Здесь видите Все еще ограничено количество слотов на самом деле Так что ПВО А мы еще когда-нибудь, может, и достроим Кстати говоря, у нас теперь нету политики Чтобы взять все слоты исследований Что крайне грустно Но у нас нету варианта не нажимать эти фокусы Потому что, ну, они очень важны И нам как можно раньше нужно вот этот вот финальный фокус взять В принципе, все доаннексировать Все национализировать И получить кучу промышленности И кучу бафов Итак, заканчиваем Сейчас мы последние техи для авиации Вот эти четыре Все они нам на самом деле нужны И начнем мы производить жесткие самолеты Уже пока что производим просто Ну, нормальные истребители Хоть и в небольших числах Потому что, ну, слишком много инвестировать В не самый хороший дизайн не хочется пока У нас также пока не хватает алюминия Но, ребята, это потом изменится У нас еще вот столько будет алюминия Алюминия с Венгрии Венгрии вообще очень хорошим будет дополнением Для нашей империи И по фабрикам И по ресурсам И немецкий орел поднимает голову Я так понимаю, Германия Пошла по всем своим фокусам По-моему, орелы-то как раз такие Да, возвращение как политик И они уже могут начать войны Нам стоит быть насторожен в Германии, я думаю Тут прокачать гражданскую разведку И посмотреть, что они вообще делают Ну, и на всякий случай укреплять границы Тут Германия это серьезный противник для нас У нас очень много, на самом деле, кстати, хороших генералов У нас очень много адаптабл генералов Так что наша армия сейчас будет очень красивой И Британия стоит во весь род И Япония тоже Все уже восстанавливаются Но мы еще опаздываем Потому что мы делаем сначала экономику А... да Пограничный конфликт Это не самый хороший момент для конфликта Соответственно, результат очевиден Без танков такое не победить Политики у нас нету на то, чтобы их забавить и нас атаковать А, кстати говоря, Польша под Рокоссовским внезапно Соединилась просто к России У нас пока что план достаточно простой У нас не так много, что можно строить Если говоря, ПВО мы эти-то единички достроили И уже достроят тут уже Строим просто военные заводы Делаем побольше пехоты Именно на защиту Хорошенько ее обучаем Сейчас сделаем авиацию И играем от обороны Потому что, ну, мы находимся между Как бы империями, которые все, думаю, захотят у нас поесть А нам еще нужно приграть южную, восточную и северную Вот эту вот, ну, северо-восточную границу Все это пока мы пытаемся, ребята, аннексировать Да, это займет неплохое количество времени И тут тоже расформировываем Ну, хотя бы у нас куча снаряжения и куча людей И фабрики к нам идут только так И, кстати, победили наши ребята Это прекрасно И что мы посмотрим по фокусам Я, насколько помню, у нас там будет союз Тогда Франция, вот, наверное, у нас будет союз Посмотрим Франция, мы и Испания, это вероятный союз И остается лишь с этими ребятами разобраться У нас все хорошо Тут я еще внедрился в армию, чтобы иметь бафы Скорее всего, в атаке Может, не будем, может, будем Надеемся, что хватит Плюс наши шпионы будут мешать атаковать Так что, ну, по крайней мере, против немецкого альянса Мы воевать готовы А Россия пока вроде как не сильно собирается на нас сама нападать Так что мы, наверное, в безопасности относительной Ну и до новых слотов очень много И самая главная инфраструктура в них тоже очень хорошая И фабрики у нас работают под минус 3 ТНП Так что мы можем очень тоже много А то время строить И это мы еще одну страну должны аннексировать Она даст нам, наверное, немножко флота Ну, там фабрики, верфи, точнее, какие-то будут Ну, в принципе, выход к морю Потому что у нас флот вот так вот находится в состоянии вакуума Его можно было бы тренировать Это время, ну ладно уже Как бы, не так плохо И вообще, я думаю, на этом можно позакончить нашу первую серию Германия наша внезапно от 20 фабрик пришла к 150 Ну, как Германия, наш рейх Только австрийский, дунайский, если быть правильно Позже мы немножко сменим название, я думаю Так что с вами был Бабгай На самом деле подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны Лайк, комментарий, твичдискоргусе Все как обычно И до скорых встреч Всем пока